Александр, привет, видно слышно? Привет, добрый день, мне тебя хорошо слышно. Ну все, отлично, думаю, всем тоже будет слышно хорошо, переносимся в теплую Испанию. У вас тепло вообще или как? У нас очень похолодало, называется лютые морозы, утром сегодня было плюс 12, днем плюс 15. Прошлые выходные было 24-24, в субботу, в субботу. В эти выходные объединяются 20. У вас 12, у нас 12, а кто там считает плюс-минус, это уж ерунда совершенно. Ну расскажи, каким был год и для твоей компании, и для испанского рынка в целом, как ты его видишь? Год для моей компании был, конечно же, в начале года был сложно, и у меня были небольшие сомнения о том, что будет происходить, какая ситуация опять сложится в мире на перемещение, ведь Испания плотно закрылась ото всех, чтобы люди не приезжали. И нам было сложно, наши клиенты все это иностранцы, соответственно. Но мир показал то, что внутри Европы начали люди ездить, легко перемещаться, Европа открылась внутри, и наши клиенты сегодня на 70% это клиенты европейцы. Из России кто-то приезжал в Испанию, именно вот приезжал ли? То есть не россиянин покупал, потому что, как я понимаю, есть все-таки определенный класс покупателей, которые имеют резиденцию в Испании, граждане России, которые покупают изнутри. А вот именно по приезду приезжал ли кто-нибудь? Приезжал или покупал? Да, действительно, у нас приезжали и покупали. И покупали также россияне онлайн. То есть сделали покупки, и мы много в этом году, мы сделали рекордное количество покупок, продаж, вернее, онлайн. Для людей, которые хотели все-таки купить и приехать. На основании того, что они купили онлайн недвижимость, мы давали им документы, и они ехали в свою недвижимость, так как и готовили вид на жительство. Скажи, а вот люди, которые приезжают в Испанию, они едут там через Грецию, через Венгрию? Или есть какая-то возможность у вас сейчас по практике была, чтобы люди как-то и напрямую договаривались? Я смотрел сегодня весь, всех наших коллег, которые рассуждали, которые говорят одно и то же, то же самое наши клиенты, летят через Грецию, через Венгрию. В основном наши клиенты через Венгрию летят проще всего, прилетают туда и оттуда уже. Кто как летит самолетом, кто берет автомобиль на прокат и едет через всю Францию, к нам сразу попадает уже в Испанию. На машине нет вообще никаких проблем. И сейчас уже многие мои клиенты, с кем я общаюсь, кто не может приехать в Испанию, мне сообщают о том, что Александр, мы планируем приехать в Венгрию на месяц, сделать там две прививки, и после этого сразу оттуда только получим сертификат, едем сразу к вам. То есть уже получил экскурсии на прививку. Открою слайд с информацией, со статистикой, которая мне кажется довольно характерной. В Испании на самом деле средние цены по Испании, они в общем не так уж сильно выросли, но вот именно курортная Испания подорожала, это опять данные на Global Property Guide, третий квартал 2021 к третьему кварталу 2020 года. Весьма и весьма существенно. Как ты можешь прокомментировать эти цифры, и действительно ли на побережье, там то ли отложный спрос, то ли что-то еще сказалось, и все пошло вверх? Твои ощущения? Мои ощущения, как я и говорил, сначала все предполагали будет спад цен, он в начале, вроде два года назад, спад цен немного пошел, приостановился, когда образовался дефицит жилья, просто образовался дефицит, но жилья, а он сразу потянул и дефицит жилья на вторичном рынке. Соответственно, конечно же, рост недвижимости в Испании определяется, наверное, не так, как в других странах, так тоже, как Германия, к примеру, да? Побережье, все-таки, с побережья ближе к морю, подальше от моря, центральный город, такой как Бенедор, например, или Терри Вьеха, или это просто какой-то небольшой городишко. Но могу сказать одно, что в некоторых регионах, городах на побережье цена поднялась на 8% на действие, некоторые, как и написано было у вас сейчас на табличке на 14%, но вот, в частности, если мы говорим о городе Бенедорве, сегодня цена на некоторые объекты, на некоторые комплексы поднялась до 20%, а то и более. В одном комплексе цена поднялась за этот год на 30%. Это, имеется в виду, это новый комплекс по ходу строительства... Я говорю о новом жилье. На новом, только о новом жилье. Потому что, когда немножко, вторичка немножко отстает, конечно. Так, она так поднялась из-за того, что там ход строительства еще вмешался, или год назад это жилье тоже было уже построено? Я и предполагал, когда мы не помню, с кем мы были с тобой, мы общались тоже в прямом эфире, с кем-то общались, и говорят, что вы прогнозируете? Я прогнозировал, сразу сказал, что будет дефицит жилья, будет огромный рост. Потому что образовал... Многие компании, для того, чтобы с вами построить многоэтажку, например, или большую виллу, необходимо получить разные лицензии. Это делается год. И потом надо год-полтора строить. За два года карантина многие компании приостановили оформление новых документов, потому что не знали, что делать дальше, как вкладываться. И за счет этого через два года у нас образовался просто сумасшедший, я хочу сказать, сумасшедший дефицит, нового жилья. Просто нам нечего уши продавать. Допустим, в городе Таревьеха есть одно место, где одна компания заявила, что будем продавать на этом участке двадцать вилл. Будем строить, вернее. Буквально за три-четыре недели дали резервы, и даже нет котлована, даже забор не огородили, но резервы уже везде есть. То есть не хватает жилья. Начало уходить то жилье, которое было завышенной ценой. Оно догнала, цена догнала ту завышенную цену, и люди начали покупать то, что осталось. Дефицит, новое жилья, большой дефицит. Ну вот в продолжении этого как раз хотел сказать, как вот вопрос от нашего зрителя, как обстоят дела с организацией собственного строительства в Испании, на что обращать внимание, какая специфика, и вообще вот, как себя вот сейчас ведут застройщики, уже в продолжении твоего вопроса, то есть разобью его на два. Сейчас они уже все поняли, они уже воспряли, и начали пытаться как-то быстро наверстать упущенное, или такого еще нет. Давай, первый вопрос был о частном строительстве. Да, давай о частном сначала, чем о частном. Частное строительство, конечно же, идет в нормальном ритме. Наоборот, сейчас государство Испании максимально старается ускорить получение оформления всех документов и лицензий, чтобы начать строиться, потому что они видят, что образовался дефицит, и будет неимоверный рост, что не выгодно никому на сегодняшний день создавать дефицит. Это первое. Второе, по поводу строительных компаний, которые строят многоэтажки и большие дома. Я скажу, что строительные компании сейчас по-разному себя ведут и кардинально по-разному. Некоторые строительные компании открывают новые и новые проекты, рекламируют то, что будет в следующем году, уже цены картинки, раньше они это до последнего молчали. А некоторые компании, вот пару компаний, в частности в городе Урила Коста и в городе Бенедорби, прекратили продажи до Нового года и говорят, у нас цен нет, мы ничего не будем продавать, давайте после Нового года мы решим, по каким ценам мы теперь будем выставлять свои новые проекты. Вот такая ситуация сегодня. То есть формально говоря, проект в той или иной стадии готовности уже существует, ну или по крайней мере его строительство ведется, но цену они не называют. Да, совершенно верно. А некоторые компании, буквально вот с одной компанией мы сейчас ведем переговоры о продаже пяти вилл, одновременно у меня есть инвестор, который хочет купить сразу пять дорогих вилл в городе Бенедорби. И мы говорим, наш покупатель говорит, давайте уступим что-то, уступите нам хотя бы 5%. А мой продавец говорит, как вы уступите, я хочу поднять на 15%. Понимаете, такая ситуация. Окей. Давай сейчас тогда перейдем к конкретному примеру, раз уж ты назвал слово Ариуэлла Коста, мы были с тобой, а, кстати, давайте еще в чате опубликуем приятные воспоминания, к сожалению, уже трехлетней давности, представляешь, что три года прошло, мы делали специальный проект совместный о процедуре покупки недвижимости в Испании. Анастасия серии. Да, 25 серий, я сейчас ссылочку скинем, и там как раз много про Ариуэллу Коста тоже есть, в двух словах, тогда пока расскажи про этот проект. Это один из самых лучших комплексов на побережье Коста-Бланка на сегодняшний день, и самый интересный ценовой категории. Во-первых, он строится трехфазами, построена уже первая фаза, в первой фазе осталось только два объекта, вторая фаза уже закончена, практически остались там детали какие-то, но в этом комплексе тоже осталось три квартиры, а каждый комплекс в среднем около ста квартир, понимаете, да, продаж идет сумасшедшим. И о третьей фазе, сейчас у нас на третью фазу данного комплекса стоят люди в списке, предочереди, так называемые, то есть мы получили клиентов, которые готовы здесь уже купить по картинке, мы отправили этот список нашим партнерам, которые строят строительные компании, и мы стали в очередь, потому что когда они откроют цену, и уже наши клиенты, многие говорят, нам любая цена интересна, мы хотим купить только в этом комплексе. Здесь как пятизвездочный отель, бары, рестораны, спортивные залы, сауны, басильник под согревом, джакузи, до моря метров 600, ну это центр, центр города Орелокосты. И инфраструктура не просто развита, а просто она вот выходит за комплекс, у тебя вся эта инфраструктура под ногами, но не шумно, не шумно и спокойно. Ты сказал о кредитах, несколько слов об этом, насколько сейчас их активно выдают, и какие вообще сейчас условия? Я скажу, к сожалению, сегодня с кредитами в Испании непонятная ситуация. Испанское правительство то ли это сделало, то ли это сделали банки. Испанское правительство на доброе начало, чтобы сделать добро всем иностранцам, и они инвестировали в Испанию, сделал такой закон, где теперь любой купивший недвижимость в ипотеку допустим россиянин в Испании, имел право в ходе выплачивания своей ипотеки поменять свою валюту евро на рубли. И дальше рублями переделать договор, и дальше рублями выплачивать свою ипотеку. Такой закон. Соответственно, государство такое, да, 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 государство выставило такой закон. Потом банки, чтобы этому закону его не исполнять, теперь людям, у которых зарплата нет, в евро, не дают кредиты. Даже полякам не дают, чехам не дают кредиты. Вот такая ситуация. Многие банки просто закрываются. Кстати, хочу сказать, если подход к советскому пространству, ситуация для России самая лучшая. Украинцам нельзя, белорусам нельзя, казахам нельзя ипотеку. Не дают ни один банк, ни один. И многие у нас сделки были на грани срыва путем нашего, скажем так, недавления, переговоров. Мы сделали, закончили сделки, которые были даны раньше, ранее, но сейчас только россияне могут взять ипотеку. Процент какой? Процент поднялся очень сильно, и он от 3,5% до 5%. Прости, все-таки уточнить, хочу не очень понял все-таки эту историю, связанную с тем, а как работает, вот ты сказал, какая-то схема, что я могу захотеть из одной валюты перейти. Когда ты новый контракт заключаешь, смотри, когда ты берешь ипотеку в банке, банк обязан тебе в контракте указать строчку, где ты можешь поменять свою валюту евро на свои рубли или на гривны или на злотые. Поэтому... А тот же самый процент? Все то же самое, конечно же, конечно же. Ты же в Испании покупаешь, да, это, конечно, и банкам не нравится. Государство вроде бы сделать для того, чтобы люди инвестировали, а на самом деле... Очень интересно, надо будет уточнить такой момент довольно... Ипотека здесь в Испании сегодня как черная метка для иностранцев. Окей. Скажи мне, пожалуйста, что у вас сейчас с локдаунами, какие... Ну, с приездом мы вроде определились, да, напрямую, формально нельзя, поэтому приезжают не напрямую. Какие дальнейшие есть? Внутри страны легко все перемещаются, все замечательно, законно. Я буквально на прошлой неделе ездил в Андорру, кататься на лыжах. Все спокойно, но везде проход только через QR-код, который прививка. Еще вот проблема сейчас праздничные дни, начинаются недели праздничные, и во многие рестораны у нас не пускают до 50 человек, если ресторан больше 50 человек, не зайти обычному человеку, надо обязательно в QR-код. И вот наша компания сегодня ищет, где бы нам отправить наш корпоратив. Вся проблема в этом. Отпраздниче в офисе, у вас тоже не... Ну, мы уже нашли напротив у нас ресторан, в котором менее 50 человек помещается, и мы там проведем. Ясно. Слушай, ну и тогда в завершении все-таки действительно цены на курортную недвижимость растут, и ты говоришь об ажиотажном спросе. Ажиотаж, это, конечно, всегда здорово, здорово в моменте, но глобально никакой радости обычно рынкам в дальнейшем это не приносит. Как тебе кажется, мы о прогнозах не особо говорим, но все равно... Я могу поделиться. Как-то история будет, по твоим ощущениям, развиваться дальше? Да, пожалуйста. Смотри, вот за эти два года, которые два-два с половиной года, пока идет эта вся нестандартная ситуация, образовалось огромное количество желающих купить. То есть, спрос у нас сегодня превышает предложение во много раз. Только поэтому и только по этому растет цена на недвижимость. и второй фактор который это то, что многие не могут построить сегодня и только по этому опять растет цена. Что будет в ближайшее время? Я могу сказать одно, что как из Германии говорили о том, что возможно, что этот спрос немножечко замедлится. Я тоже это предполагаю, что все-таки цены замедлятся. Могу одно подтвердить, что радует только одно в этом деле. Радует то, что особенно в Испании, в частности, здесь нет покупки основной за ипотеку. То есть не надо безумия, которое было 20 лет назад. И то, что сейчас есть рост, он как раз удержится. Да, он замедлится, он зафиксируется, может быть, чуть-чуть откатится в какое-то время, когда через два года холодит большое количество предложений, а люди уже что хотели купили, которые отложили спрос на покупку, докупятся. Но так или иначе это будет настоящие деньги и настоящие инвестиции в экономику страны. Окей. Ну что ж, дорогие друзья, Александр Дашевский, компания Испана Тур, контакты компании есть. Саш, ну тоже главное пожелание, надеюсь, в следующем году очень увидится, было бы здорово. Приезжайте все, друзья, ждем вас в Испании. Спасибо огромное. Ну что ж, мы сейчас переносимся из Испании в Объединенные Арабские Эмираты, будем говорить с Алиной Адамкой с компанией Метрополитен Премиум Проперти. Ну а чуть раньше мои коллеги опубликовали ссылочку на наш раздел коммерческая недвижимость. Мы действительно посчитали, что объекты коммерческой недвижимости нужно особым образом представлять, объекты коммерческой недвижимости нужно особым образом, ну я назову слово рекламировать, не все его любят, и мы вот сделали этот раздел, он работает, и работает первый месяц по сути весьма и весьма эффективно. Алина, здравствуйте, видите, слышите меня. Здравствуйте, да, да, у вас как дела? У нас все отлично, просто замечательно, давайте рассказывайте нам, что у вас происходит, я знаю, что у вас там происходит, экспо, экспо форум, как он называется, как называется выставка, вот эта главная самая-самая крутая. Да, все верно, экспо 2020. Экс по 2020, должна была быть в 20-м, теперь в 21-м, как вы там живете с этой выставкой? Замечательно, у нас очень много туристов, очень много людей интересуются, приезжают, выставка масштабная, покрывает очень много, в принципе, павильоны всех стран тут есть, и привлекает много интереса со всех стран, из Европы, из стран СНГ, из России, из Африки, со всех континентов. Смотрите, значит, новость, которая из всех новостей из Эмиратов меня зацепила больше всего, за этот год, ну, чуть меньше, чем в два раза, но мы, журналисты, любим такие, знаете, емкие цифры, резкий рост числа сделок, выросли цены, это тоже есть, причем, если, ну, для, условно говоря, той же Германии, это такая, условно говоря, поступательная тенденция, то в Эмиратах история была другая, у вас 2014 года было некое снижение, и вот, как раз, как я понял, в прошлом году, где-то в начале года, вот эта нижняя точка была достигнута, кажется так, так ли это на самом деле? Ну, смотрите, по статистике за этот год цены выросли в общем на 21%, а за последний квартал в сегменте квартир на 14%, в сегменте вилл и таунхаус на 37%, то есть цены продолжают расти, у застройщиков все меньше объектов на продажу, если мы берем прям прибрежные районы, и сейчас начали смещаться точки застройки, и тенденция пошла на upper luxury, то есть недвижимость от 2 миллионов долларов и выше, то есть если мы смотрим на объем рынка, в этом году 7% объема рынка была с чеком от 10 миллионов долларов, если мы берем статистику прошлых лет, это было 2%, и в какой продюсице, простите, вот вы назвали 37% рост, 20% рост, это доллары, евро, в дархамах, мы считаем тут в дархамах, у нас все сделки проходят в местной валюте, но переводим, конечно же, для клиентов, потому что многие считают в долларах-метрах, а у нас тут тенденции в дархамах и футах. А насколько стабильна валюта эмиратов? Валюта стабильна, она привязана к доллару 3,65, фиксированный курс, вариация очень минимальная, то есть это дня к дню там А скажите, с чем связана такая большая разница? Я тоже действительно видел эту статистику, я сначала как-то даже не придал значения, а потом да, действительно какая-то ерунда получается, ну так, со стороны кажется, что ерунда, что отдельно стоящие виллы подорожали намного сильнее, чем квартиры. Почему интерес к виллам? Это вопрос просто того, что хотят люди дорогое и что-то свое такое уединенное? Да, на самом деле после пандемии мы увидели смещение целых семей, прямо тенденцию люди перебегали из квартир в таунхаус и виллы, это если брать местный рынок, то есть арендаторы, вот допустим, семья с двумя детьми, если они переезжали с двухкомнатной квартиры, то это уже была трехкомнатная вилла, а не трехкомнатная квартира. Люди прямо задыхались от того, что нужно было, хотя что у нас локдаун был фактически такой прям строгий, только один месяц, все остальное время очень-очень лояльно относительно вот даже того же Абу-Даби, если скажем, да, в Абу-Даби нужно быть вакцинированным, чтобы выйти в МОУ, в Дубай, спокойно просто маску носим и никакой вакцины не требуется. Для нас достаточно по приезду, по царте теста. Как ведут себя застройщики, потому что я опять же слышу, что на рынок с одной стороны УАЭНа может быть рекордсмен даже в этом году, информация о том, что новые предложения, что их много-много-много-много. Почему-то, опять же, мне так на слуху кажется, что из УАЭ наибольшее количество таких ярких рекламаций поступает. Насколько это так и вообще что сейчас застройщики, как они себя ведут? Ну да, конечно, на самом деле у нас рынок очень активный, он всегда был активным, до пандемии у нас за неделю было по 4, по 5 новых запусков проектов, мы буквально не успевали запоминать детали, а проект уже распродавался. И в этом году я могу сказать, что это то же самое, вот у нас запустили проект Мадина Джумера Ливинг, он был продан в один день, запустили проект Порт Деламер, продан в один день. А какой объем там предложения? Сколько юнитов там было примерно? Порядка 250. А как вообще застройщики, строительные компании, они строят на свои, или есть какие-то скроу-счета? Почему люди так активно покупают? Они видят, что как бы будет безумный рост, или это просто какая-то другая здесь логика есть, не только финансовая? Ну, во-первых, у нас основные застройщики, они либо государственные, либо полугосударственные, либо частные, но с хорошей историей, это самые ликвидные объекты. Во-вторых, у нас действительно есть скроу-счета, и застройщик не имеет доступа к средствам до того, как достигнет какой-то прогресс строительства. То есть каждый квартал из муниципалитета приезжают с инспекцией, эта вся инспекция выставляется в открытый доступ. Есть на портале земельного департамента, есть приложение под названием Dubai Rest, где можно увидеть прогресс строительства, последнюю инспекцию с фото, с комментариями, и только сообразно этому застройщик получает часть начислений для последующей стройки. И, соответственно, все деньги инвестора уходят из скроу-счета, то есть это гарантирует сохранность средств. Смотрите, оборотная сторона из скроу-счетов, по крайней мере, если мы говорим о европейском опыте, ну, о российском опыте глобально об этом говорить пока еще трудно, потому что не так давно массово начали застройщики на скроу переходить, но глобальная история, что застройщик не имеет потребности в заемных деньгах от частных лиц, и это означает, что у него и цена растет не столь стремительно по ходу строительства. Насколько это сейчас верно для Эмиратов? Как растут цены именно по ходу строительства? Ну, у нас сейчас прирост капитала примерно 15% годовых из-за того, что очень большой спрос. Спрос у нас очень прибавился из европейских стран, и могу сказать, что этому способствовал и сам Экспо, потому что люди начали уезжать из Европы и серьезно рассматривать альтернативные места проживания, то есть есть семьи, которые раньше приезжали сюда только отдыхать, а сейчас действительно открывают филиалы бизнесов, переезжают сюда с семьями. Многие работают удаленно. Потом тот факт, что послабление по визам, то есть, если раньше минимальный порог получения инвесторской визы был привязан к недвижимости, скажем, был миллион дархамов, то есть сейчас 750. Также есть в долларах, это будет где-то 200 тысяч долларов. Это действительно правда, мы как раз подробно об этом тоже говорили, что в Объединенных Арабских Эмиратах на удивление широко, по крайней мере, в Дубае, давайте так говорим, раскрыли объятия, и для инвесторов там чуть ли не раз в полгода придумывают какую-то новую программу с понижением цен. Ну, понятное дело, с насильным милом не будешь, кому не нравится УАЭ, он туда не поедет, ну, не поедет, но тем не менее, пока скорее позитивно для страны, это очевидно совершенно... Да, да, очень много, потому что тенденция удаленной работы, очень много людей сюда приезжают зимовать и остаются, или же покупают тут недвижимость и сдают ее через краткосрок, то есть пока они тут сами пользуются, на другие периоды сдают через компанию-управленца, как мы, например. Скажите, пожалуйста, вот, ну, к сожалению, Экспо приходит и уходит, да, через год останутся от него воспоминания. Насколько сейчас за счет этого, скажем, поднялась цена и поднялся интерес к аренде? И как вы оцениваете, ну, не произойдет ли какого-то естественного отката или легкого охлаждения, или легкого, или не очень легкого, после того, как выставка завершится? На самом деле, прирост интереса к Дубаю не только из-за Экспо, или не только из-за Экспо. Люди, опять же, ориентируются... Многие, посетив Экспо, почувствовали стиль и уровень жизни Дубая, Эмирата в целом. Многие сняли свои предрассудки о том, что это мусульманская страна, потому что я, мы общаясь с клиентами, мы замечаем, что у людей были какие-то зауженные границы о том, что тут нужно носить очень скромную одежду, или там, не дай бог, не курить в обществе, или что-то... Ну, какие-то предрассудки. Ну, то есть, такие отношения, да. Да, посетив страну, они поняли, что тут совершенно другой уровень жизни, что все открыто, современно, что можно жить бок о бок всем вероисповеданиям и национальностям. Тем более, с Нового года мы переходим на европейские выходные, то есть на тип недели европейского типа. У нас сейчас пятница и суббота выходные, а будет суббота и воскресенье, то есть мы совершенно адаптивны. Совершенно шаг к Европе. Прекрасно. Давайте посмотрим объект, который вы предложили. Объекты комплексе Пеннинсула, Дубая. Пожалуйста, несколько слов об этом, что за комплекс. Рассказывайте. Замечательный комплекс Бизнес Бэй от одного из частных застройщиков под названием Select Group, у которого очень хорошая репутация и качество стройки. Плюс в этом проекте в плане оплаты, потому что первый взнос 5%, последующий взнос через месяц это 10% и последний это через 6 месяцев 20%. И на момент сдачи в эксплуатацию последующие 70%. Вот когда получаем сертификат о сдаче в эксплуатацию объекта на тот момент уже можно подавать на ипотеку. Если это резиденты, резидентам сейчас снизили порог взноса, если раньше это было 25%, инвестор должен иметь 75 банк финансирует, то сейчас банк дает 80% плюс еще дополнительные 5% в качестве персонального кредита. А для нерезидентов? Для нерезидентов это обычно 50% со ставкой где-то 4,75 в зависимости от банков максимум до 5. И естественно это опираясь на документы, если клиент сможет предоставить портфель документов. Нужно предоставить 6-месячную выписку из банка, нужно предоставить 3-месячный счет коммунальных платежей, подтверждающих адрес проживания, ну и там зависит если это зарплата или частный бизнес, то дополнительные документы подтверждающие. Но охотно дают местные банки кредиты и если у клиента есть возможность растянуть, то опять же отсрочка отсрочка платежа, возможность перепродать, капитализировать объект или же удержать его, сдавать в аренду и заработать на приросте на возвратности инвестиций. А также в этом проекте скидка от застройщиков 4% на регистрацию, потому что у нас каждый объект регистрируется, будь то первичный или вторичный рынок и 4% идут в качестве скидки. Отлично. Ну и давайте тогда, Алина, несколько слов о том, Эмираты, но наряду с Турцией, пожалуй, были двумя странами, которые максимально широко и быстро открыли границы еще в 2020 году. Как сейчас к вам приезжают, какие есть ограничения и вообще как вы сейчас там живете из точки зрения борьбы с коронавирусом и что это означает для людей, приезжающих в частности на Экспо? Ну, живем замечательно, у нас только, носим только маски, все остальное открыто, работают рестораны, отели, то есть по приезду каждый, по прилету, каждый турист или же резидент, который возвращается, ну, все абсолютно поголовно проходят тест, результат теста получаем в течение четырех часов, никаких, то есть не надо останавливаться в специальных отелях, не надо сидеть дома, выжидать теста, то есть тест сдали в аэропорту, пошли дальше, вам приходит результат, если вы отрицательные, вам звонят и дальше инструктируют, если вы, наоборот, если вы положительные инструктируете, если отрицательные, да, свободно гуляйте. Если вы, не дай бог, заболели, то государство абсолютно без страховки и без таких-либо взносов проводит базовые анализы и выдают первые, ну, медикаменты первой необходимости, то есть очень лояльно относятся к тому, чтобы поддерживать уровень, низкий уровень заболеваемости и берут на себя эти затраты. Окей, Алина, ну и тогда все-таки в заключении. Сегодня коллеги ваши назвали и еще назовут разные цифры просто, но никто не назвал, конечно, цифру 37. Да, надо понимать, что это не вся недвижимость вообще, это особые объекты. Вот давайте именно об этой цифре. Что это за объекты, которые подорожали дороже всего? Почему они так подорожали? И, ну, 37, это не та цифра, которая может продолжаться из года в год. Этот мир должен сойти с ума, надеюсь, до этого все-таки еще не дойдет. Как вы видите, что будет с ними дальше? Да, речь идет о проектах премиум-класса. Это именно виллы и особняки. И они, вот мы можем привести в пример проект District 1, мы можем привести в пример проекты на Пальме, это именно именно особняки и виллы, которых мало. И поэтому те, кто могут себе их позволить, они готовы переплатить. Это новые комплексы, что в них такое? Это просто изумительная культура и строительство, или там большие площади? Все-таки, ну, вы называете... И большие площади, расположение в 12 минут от Бурж-калифы, и рукотворная лагуна, и, то есть, модерн... Стиль модерн. Сейчас у нас строится тоже еще один проект, в котором частный лифт и дополнительные... Дополнительная инфраструктура, которая не была в предыдущих проектах. То есть, каждый проект, каждый новый проект предоставляет какую-то изюминку. И в секторе именно вилл, таунхаусов, премиум-класса мало... Мало проектов, много спроса, да. Да, поэтому идет такая капитализация. Отлично. Алина, спасибо огромное. Компания Metropolitan Premium Property Алина Адамка. Контакты компании здесь есть. Ну, и, соответственно, элитная, ну, и не только совсем уж элитная недвижимость Объединенных Арабских Эмиратов. Милости просим. Спасибо и с наступающим. Спасибо огромное. С наступающим. Денис, здравствуйте. Добрый день, Филипп. Здравствуйте. Денис, здравствуйте. Денис, здравствуйте. Итак, давайте говорить о Кипре. И, соответственно, наш слайд, который показывает какую-то тенденцию. О! 40% сделок это данные последних месяцев. На Кипре с иностранцами. То есть, иностранцы опять на Кипр потянулись. С каким настроением вы через 10 дней будете провожать этот год, Теанинс? С каким он был? Я думаю, я думаю, что этот год оказался для Кипра намного лучше, чем мы ожидали. Как вы помните, в конце прошлого года, у нас 13 октября прошлого года была закрыта паспортная программа, резко, неожиданная. Было шоковое состояние на рынке. Все очень боялись 21-го года. И действительно, первые три месяца 21-го года Кипр был единственной страной Евросоюза, где наблюдался спад цен на недвижимость первые три месяца. Но к середине года мы полностью восстановились и уже вышли во многих секторах на уровне 2019-го года. То есть, те объекты, которые на паспортную программу были, скорректировались, уменьшили этажи, если это были высотки, или там переделали подофисное жилье. Те скидки, которые были тогда, можно было 25% у девелопера выбить. Сейчас уже таких моментов нет. Вот я как раз хотел бы об этом спросить. Все-таки, ну, по крайней мере, до октября 2020-го года значительная часть жилья строилась именно в расчете на то, что покупать будут от 2 миллионов плюс. Понятное дело, что ты мог купить несколько объектов, но все равно и объекты такого фиг-уровня, они тоже были. А что случилось с теми объектами, которые к тому времени уже были достроены, но не были проданы? Вот там их стали продавать просто дешевле несколько? Таких объектов было на самом деле немного. В основном такое жилье строилось под строительство, то есть софт-плана. А, понятно. В основном так было, да. Можно было, естественно, первые месяцы, когда программа закрылась, можно было выбивать хорошие скидки. Ну, было это где-то 6 месяцев. Но потом ситуация летом начала улучшаться. очень хорошо заработала программа ВНЖ. 300 тысяч покупателей от 300 тысяч евро получают вид на жительство на Кипре. А также то, что Кипр довольно легко перенес всю эту историю, связанную с пандемией, в основном из-за того, что процент скученности народа намного меньше, чем в европейских городах. То есть коэффициент застройки ниже намного. И в основном очень много частного жилья. Из-за этого как бы здесь под контролем полностью пандемия была в этой ситуации. Поэтому народ потянулся. Большой спрос именно на новое жилье. И у нас как бы не ожидали, но серьезный дефицит именно нового жилья. То есть есть объекты, которых есть очереди на тот случай, если появится покупатель. Скажите, если мы говорим о новом жилье, почему возник дефицит? Последние два года стали меньше строить, хотя я вроде смотрел, что разрешений на строительство по-моему даже в прошлом году выдавали не меньше. Или просто застройщики опасались начинать, не зная... Основная причина была это застройщики не спешили начать строительство и как следствие накопился спрос, объектов уже не было на рынке. То есть новое жилье, которое сейчас строится по новым стандартам, с теплыми полами, системами VRV и так далее, умные дома, на этот сегмент и на это жилье есть спрос, а нечего предложить по большому счету, потому что таких объектов очень мало или это совершенно новое жилье, которое пока владельцы не готовы продавать. Визитная карточка Кипра и даже за вами плакат это небоскребы на первой линии. Под небоскребами мы можем подразумевать и дома не обязательно 70-80 этажей, и 25-30. Эти 38-40. когда мы говорим о новом строительстве сейчас, что это такое? Это многоквартирные дома, в первую очередь, что возводят? Это виллы, какие места? В первую очередь, опять же, Лимассол, районы Пафоса или предложение ушло в сторону Ларнаки и Восточного побережья? Нет, это все еще Лимассол, это все еще Пафос, да, строятся, если это апартаменты, это блоки, в основном очень популярно сейчас объекты, если это многоквартирные дома, то на этаж одна квартира или две, вот такие блоки. Блочки буквально такие? Да, ну это может быть пятиэтажная, если это выше, то там две максимум, три квартиры, там, например, у нас наш проект в Пафосе на первой линии проект Сохо, 16 этажей, на каждый этаж три квартиры, вот такая тема сейчас популярная, строительство в основном, что касается квартир, вот такой момент, а также есть закрытые комплексы вилл, которые в среднем 40-60 вилл, такие закрытые комплексы строятся со своей инфраструктурой, ну и как бы основной момент, как, наверное, в любом приморском городе, близость к морю, то есть чем ближе к морю, тем востребован объект, и вся... А где в Лимассоле в Пафосе строить, чтобы было такое пространство, чтобы на 30-60 вилл с отдельной площадью? Ну не обязательно 30-60 вилл, вот в Лимассоле в данный момент начинается строительство нового проекта Ю, очень интересный проект, большой достаточно, на первой линии, там и блоки апартаментов, 7 блоков апартаментов, если мне не изменяет память, есть достаточное количество вилл тактик, это все на первой линии, ну бывают такие. Скажите, как сейчас, работает ли сейчас на Кипре схема купил на стадии котлована, продал по завершении строительства, или это не самое интересное, если мы говорим об инвестиционном, об инвестиционных идеях? Есть, на этом можно, конечно, заработать, да, но нужно в момент входа хорошо поторговаться, чтобы взойти по хорошей цене, в принципе, можно, там через полтора-два года обычно столько строятся эти объекты, заработать 20-25%, да. Как вообще сейчас, вы сказали, что год назад, да, там в начале 2021 года торговались и в общем более-менее успешно, выбивали даже большие скидки, особенно на предложения, которые уже не подходили под гражданство, что сейчас, какие тут тенденции, все-таки, ну, не торговаться, это уж совсем как-то было бы не солидно. Нет, торг все еще есть, обычно закладывают до 10%, 5-10%, здесь, наверное, все-таки много, 5-8%, да, закладывается торг, ну, в зависимости от того, какие будут условия платежа и так далее, вот эти все моменты имеют значение, но здесь у нас не столько, наверное, проблема в торге, сколько в том, что банки очень сильно теперь требуют доказательства происхождения денег. При любой покупке, даже если не под ВНЖ, да, при любой покупке, откуда вам деньги, нужно, вот это серьезные моменты, покупателям я рекомендую к этому вопросу очень серьезно подходить, потому что немало случаев и у нас как бы все договариваемся, деньги приходят, банки их держат несколько дней, документы, которые предоставляются, их не устраивают, деньги высылаются назад, как бы несколько тысяч за это удерживают, вот эти моменты существуют. Да, НДФЛ, окей, нужно показать также движение по счету с банка там за последние несколько месяцев хотя бы, вот эти моменты. это вот буквально за последний год такая тенденция? За последний год, да. Можно ли сказать, что сейчас вот есть особый спрос и особое внимание к объектам, которые стоят 300 тысяч плюс, потому что, ну вот вы сами сказали, это программа FastTrack, возможность получения ВНЖ, и понятное дело, застройщики всегда под это дело немножко подстраивались, точно так же, как они раньше подстраивались под 2 миллиона плюс. Да, конечно, естественно, особый спрос именно на недвижимость 300, или 330, 350 тысяч евро, в принципе, сейчас новое жилье по новым стандартам строится, в основном это цены двушки квартиры, если это мы говорим о близости к морю, если дальше это могут быть таунхаусы. Да, двушки квартиры и таунхаусы, окей, я как раз хотел спросить, что можно под 300, вы как раз и ответили. Давайте теперь несколько слов о том предложении, которое вы приготовили к нашему вебинару, пожалуйста, рассказывайте, видовые апартаменты в закрытом комплексе в Пафосе. Да, это находится в поселке Хлорока, в нескольких километрах от Пафоса, сам комплекс находится в километре от моря, это 8 блоков апартаментов, закрытая территория, у всех есть свои открытые парковки, два больших бассейна, детская территория, есть титульные листы на Кипре, что очень важно, что недвижимость полностью является вашей самым. Обычно титул уже выдается на море. Обычно же титул выдается, я знаю, там, сильно позже уже. Ну, здесь все было достаточно правильно сделано, есть титульные листы. Ну, в принципе, комплекс 12 лет, 13 лет. Понятно. Скажите, так, порождите, вот продажа таких, это продажа на вторичке уже, по сути? Да, на вторичке, да, конечно. А как вообще сейчас чувствует себя вторичный рынок и насколько он, то есть, с первичкой понятно, то есть, сначала застройщики немножечко там, сдержанно себя вели, что вообще, какие настроения, как бы я сказал, продавцы? Вторички тоже подтягиваются за первичкой, темпы роста, конечно, не такие, но на вторичку очень сильно влияет местный рынок, то есть, кипреты, молодые пары получают дотации от государства и в районе там до 250 тысяч евро они очень сильно влияют на рынок и тем самым тоже подтягивают цены на вторичку. Окей. Ну и давайте тогда несколько слов о том, как вообще сейчас происходит, как живете вы, да, сейчас, поскольку на Кипр прилететь можно, какие есть ограничения, что говорят у вас про этот чертов вирус омикрон, потому что на самом деле ведь на Кипре делали какие-то локдауны, причем не столько внешние, сколько внутренние, у вас внутри в этом году было несколько раз таких, ну, довольно существенных ограничений, когда между городами трудно было ездить. Несколько слов о том, что говорят и что ожидается. Как и по всей Европе, все происходит через QR-коды, скачанные на телефон, на смартфоны, везде прикладывается смартфон, стоят проверяющие, проверяют, как бы в любые помещения закрытые, чтобы зайти, нужно иметь прививку или ПЦР-тест, или там рапид-тест каждые два дня делать. Для россиян по прилету за 48 часов нужно сделать ПЦР-тест, заполнить специальную форму на сайте есть государственный кипрский сайт Cyprus Flight Pass, там заполняется специальная форма, в принципе, вакцина в спутник здесь признается, на Кипре. Можно, имея сертификат о вакцинации, можно никаких тестов, в принципе, не делать, но в аэропорту в Ларнаке и в Пафосе надо делать с 15 декабря, уже надо делать тесты, вся эта ситуация до 10 января правительство пытается как-то контролировать, чтобы не было вспышки связанной с омикроном, но скорее всего каждые 2-3 дня, как показывает история по другим странам, тоже будет увеличиваться, и мы тоже навряд ли избежим этого. Не рекомендовано не собираться группам больше 15 человек, но в принципе все работает, пока что ресторан, кафе и так далее, но больше 50 процентов должна быть, не больше 50 процентов должна быть заполнена. И тогда, кстати, раз уж мы об этом заговорили, такой уже в завершении вопрос, если мы говорим о небольших объектах коммерческой недвижимости, магазинчиках, ресторанах, я не беру большие такие, знаете, глобальные истории, что с ними произошло, насколько сейчас на рынке оказались невостребованные или наоборот востребованные подобного рода предложения? Можно ли здесь что-то... Оренды или продажи? Ну, продажи под аренду. Ну, смотрите, интересная история, вообще, ситуация с пандемией показала именно на Кипре из-за того, что есть специальные визы для айтишников, здесь большим спросом пользуются офисные помещения. И компании, большие компании переезжают, европейские, из Израиля, здесь российские компании, арендуют огромные помещения и офисная недвижимость востребована. Вот та часть, как раз большая часть той недвижимости, которая была на паспортную программу, переделывалась или переделывается под офисное жилье, офисные помещения, под офис. Вот в этих элитных комплексах с хорошим расположением интересно. А с точки зрения лицензии здесь никаких проблем не возникает? надо и жилья переделывать в комок? Делается специальное разрешение на этап строительства и в принципе правительство к этому относится достаточно логично. Скажем, там помещения в районе на 330 квадратов, 350 квадратов хороших комплексов сдаются по 10 тысяч евро в месяц офис. Ну что ж, дорогие друзья, Дионис Палеонидз, руководитель регионального отделения компании Футина. Дионис, спасибо вам огромное. Контакты компании перед вами. Пожалуйста, можете звонить напрямую. Обращайтесь, Дионис, с наступающим вас Новым годом. С наступающим всех коллег. Всего хорошего. Удачи. Наташа, здравствуй. Филипп, здравствуй. Давно тебя не видела. Давно не видела. Аж целого сентября. Аж целого сентября. Всем добрый вечер. Я не зря пришла сегодня с этим чудесным букетом, потому что это даже не букет, это наш характерный рождественский цветок. У нас все Корфу, вся Греция буквально утопает вот в таких цветах, потому что буквально в эти входные мы уже отмечаем Рождество. Но если вы посмотрите, посмотрите погоду за мной, то есть какая погода сегодня, ну практически только остается взять с собой купальник, полотенце пляжное и отправляться на пляж. Завидуйте нам. Я знаю, что вообще не пропустили. Никакой зависти. Значит, что могу сказать? Значит, Наталья, конечно, очень правильно все сказала. Тут надо вот что вспомнить. Ровно год назад мы проводили такой же вебинар и завершали тоже с Натальей тогда рассказ. и тогда уже озвучивали наши планы, что у нас мы будем делать видео. Тогда это казалось с одной стороны вполне реальным, а с другой стороны было не очень понятно, как куда можно ездить. И вот мы в этот раз решили, почему опять завершать, потому что довольно традиция хорошая. Мы сделали этот проект, мы его запустили. Да, мы его сделали и более того, в конце этого, начале будущего года мы будем завершающей серии выкладывать. про этот проект в чате как раз подробно напишем. Но, Наташа, давай о серьезном, а именно о том, каким все-таки этот год был для греческого рынка в целом. Как ты его можешь оценить? Ну, спойлер, ты слышала, что говорили до тебя, в основном говорили позитивно. Слушайте, но я не буду чудесную чашу меда, я добавлю просто еще более ароматную ложку меда, потому что действительно этот год был для нас фееричным. Мы в июне месяце уже превзошли наши продажи по сравнению с 2019 годом. 19-м или 20-м? 19-м, то есть 19-й год это был прекрасный год на подъеме, то есть когда еще не началась вся история. И, соответственно, в июне 2021 года мы уже превзошли сами себя и сейчас заканчиваем год практически с прибавкой в продажах 40%. Это вы или все-таки весь греческий рынок так ожил? Я думаю, что это не только мы, потому что я общаюсь с коллегами и в Салониках, и в Афинах, и на других островах. Фактически у всех очень явный прирост. Фактически у всех. причем огромнейший интерес именно привлекла программа Золотая Виза. То есть все-таки Греция выбрала правильное направление и эта программа дала вот тот горячий отклик у наших покупателей. И фактически по поводу программы Золотая Виза у нас слайд. Тысяча ВНЖ Греции было выгодно с начала года. С одной стороны, это не совсем рекорд, с другой стороны, насколько я понимаю, все равно греческий ВНЖ ты можешь получить удаленно, но понятно, многие хотели приезжать лично, и это кого-то могло смутить. Абсолютно можно делать все в онлайне, и вы знаете, многие привыкли, даже многим стало это комфортно, потому что огромная экономия, билеты, PCR-тесты, ограничения, а здесь происходит общение, как у нас с тобой, ты мне говоришь, Наташ, хочу себе виллу, хочу себе домик, пожалуйста, сделай мне видео, давай прогуляем по территории, посмотрим, и принимаю решение. Вы знаете, для многих вот эта онлайн-сделка стала очень привычной и комфортной, поэтому те, кто и сейчас смотрит нас, я могу вам сказать, все сделки в Греции проводятся в онлайне, вы можете оформить все документы в онлайне и даже получить первый документ о том, что вы являетесь владельцем собственности и владельцем золотой визы, сделав доверенность в греческом посольстве, поэтому добро пожаловать в Грецию, и это та самая страна, которая действительно предлагает самые комфортные условия для получения ВНЖ. Скажи, пожалуйста, если мы говорим все-таки о ценах, дело в том, что греческие цены падали условно до 2018 года, потом вроде стало не глобально, но восстанавливаться, опять же, мы говорим о цене, на протяжении там 18-19 цены росли, потом баз, пандемия, дай бог, нездоровья, как ты сейчас видишь, опять же, если мы поговорим о Корфу отдельно и о Греции отдельно? В целом, когда был проведен последний статистический мониторинг, цены в Греции увеличились на 7%, то есть, в принципе, это очень хороший подъем, и если говорить о Корфу, то в принципе у нас цены никогда не проседали, то есть, мы всегда шли отдельной такой истории, которая знала своего покупателя, это у нас англичане, знала свой уровень цен и, соответственно, у нас цены не могли просесть. Если говорить о материковой Греции, то, соответственно, конечно, просадка цен была, и в этом году вот эта просадка, она у нас поднялась очень-очень хорошо. Когда я звоню своим коллегам и спрашиваю, что у вас творится в Салониках или в Афинах, мне говорят, слушай, те цены, которые были, или ты уже можешь про них забыть. А многие наши покупатели еще помнят об этом и приезжают к нам и говорят, а вы нам дадите те большие скидки, которые были когда-то. Уважаемые покупатели, спешите, у нас скидок уже таких нет. Действительно нет, потому что огромный спрос. Если мы говорим о цене 250 тысяч плюс, то есть, о той цене, которая изначально предполагает, ну, возможность, по крайней мере, может, не всем надо, на течение получения вида на жительство. Что такое сейчас 250 тысяч плюс, ну, например, на Корфу? 250 плюс, это может быть квартира в Корфу-тауне, это инвестиционный проект, который мы приобретаем для получения пассивного дохода. 250 на Корфу, это может быть небольшой, отреставрированный, чудеснейший дом, ведь венецианский, венецианской деревне. Ты знаешь, что такое венецианская, корфиотская деревня, доводилось там тебе быть. И, соответственно, 250 – это прекрасные земельные участки. Это тот вариант, который, я считаю, действительно заслуживает внимания. И еще 250 плюс – это апарт-отели, которые сейчас могут быть разделены на отдельные квартиры и распроданы с прибылью практически в 50-60%. Давайте как раз вот об этом немножечко поговорим отдельно, тем более, что когда мы предложили тебе рассказать о каком-то конкретном объекте, ты выбрала именно его. А мы можем как раз сейчас, я думаю, в чате опубликовать, несколько дней назад мы делали материал, посвященный именно инвестиционным возможностям на Корфу. Понятно, что в рамках вебинара мы про все не можем сказать, но вот я думаю, что сейчас в чате мы как раз опубликуем информацию, вот о тех вариантах, которые есть на том же Корфу под инвестирование. А ты пока рассказывай про комплекс из 18 апартаментов в Арахаве. Что это такое? В чем же логика? Да, логика очень-очень простая. Друзья мои, поскольку во всей Европе огромная популярность имеет проекты по реновации и по приобретению недооцененной недвижимости, соответственно, мы на Корфу тоже в эту историю вошли. У нас нету новостроек, у нас нету проектов, которые могли бы позволить людям купить новую недвижимость, но очень многие наши клиенты хотят купить квартиру, то есть им не нужна оливковая роща, им не нужна земля, они просто хотят приехать, открыть ключиком свою квартиру, отдохнуть, уехать, сдать квартиру в аренду и получать с этого пассивный доход. Поэтому, выбирая сегодня тот объект, который действительно привлекает лично мое внимание, я хочу сказать, что если мы сегодня приобретаем комплекс из 18 квартир, мы можем эти квартиры разделить как отдельную собственность и соответственно распродать эти квартиры по отдельности. Пример, очень простая арифметика, заход в сделку 600 тысяч, для ремонта, для обновления, для более современного стайла, грубо говоря, мы тратим еще 200 тысяч, то есть получается 800, и если у нас каждая квартира будет продана за 80-100 тысяч, вы понимаете, какой доход может получить собственник. То есть, в каком состоянии сейчас, в каком состоянии конкретно про эти я ничего сказать не могу, я там не был, в каком состоянии они находятся, и когда мы говорим о ремонте, можно ли без ремонта просто взять и продать, или это совершенно неинтересно, но как бы... Нет, нет, конечно, смотрите, здесь самое главное вот такая изюминка в том, чтобы эти объекты были именно в интересных локациях, то есть, данный объект находится в 500 метрах от прекрасного побережья Адриатики, это северная часть Корфу, соответственно, приобретая квартиру, собственник имеет право пользования и участком, и бассейном, который может быть построен на этой территории, и вот такая маленькая квартирка может приносить ему доход 100-150 евро каждый день, то есть, если говорить о проценте доходности, то вот такие квартиры на Корфу при краткосрочной аренде несут 8-9% после выплаты всех налогов, то есть, очень крутое предложение, и самое главное, что заход в эту сделку, он совсем небольшой, к примеру, нам нужно две, нам нужна золотая виза 250 тысяч, если мы покупаем такие две квартиры стоимостью по 100 тысяч, или три даже, 300 тысяч, у нас с вами будет доход от трех квартир, и мы в любое время эти квартиры можем перепродать снова, потому что их просто нет, поэтому, дорогие мои, у нас новые проекты, новые идеи, и я приглашаю тех инвесторов, которые хотят именно зайти в такие проекты, покупаем комплексы, и потом их перепродаем. Дробим. Вопрос от нашего зрителя про налогообложение при покупке и владении, на какие расходы примерно можно рассчитывать сейчас? Когда мы приобретаем недвижимость как частное лицо, мы платим за оформление сделки 3%, если мы хотим заниматься предпринимательской деятельностью, а распродажа квартир, это ни одна, ни две, это много квартир, поэтому для этого мы открываем компанию по управлению вот этими объектами, и в этом случае налог на продажу недвижимости будет составлять 29%, но обратите внимание, что вы можете продавать сколько угодно квартир, то есть у вас каких-либо ограничений при этом возникать не будет. Окей, хорошо, давай тогда несколько слов о том, что у вас сейчас происходит помимо хорошей погоды, в которой можно идти на пляж, Греция на протяжении всего года, об этом мало кто знал, на самом деле, хотя бы уже об этом говорили, но далеко не все знали, что в Грецию в общем приехать можно, а сейчас через Грецию едут и в другие страны. Несколько слов, пожалуйста, об этом, как и если у вас сейчас, несколько недель назад мы с тобой говорили, у тебя было несколько тревожное настроение, а ты говорила, курортный сезон закончился, и буквально сразу же, ну политики, они во всем мире одинаковые, сразу стали говорить, что не очень хорошо, что надо чего-то как-то ужесточить. Что в итоге происходит, как приезжают сейчас в Грецию, как приезжают в частности на Корфу, какие есть требования и требования, связанные с соблюдением соц. дистанции и так далее. Друзья мои, Греция была открыта и будет открыта для всех граждан, которые хотят посетить, особенно для наших любимых покупателей. Пересекая границу, мы должны иметь с собой сертификат или о перенесенной болезни, или сертификат о вакцинации, принимается спутник, принимается фазер, и сейчас на праздничные дни введено еще одно условие, то есть нам нужен PCR-тест на 72 часа. Никаких ограничений нет, на улицах мы ходим без масок, внутри помещения мы ходим в масках, рестораны, гостиницы, все открыто. И вы знаете, очень интересная тенденция, у меня очень много звонят клиентов, которые устали от зимы, от снега, Филипп, это тебя тоже касается, и мы всех приглашаем, на наш солнечный Корфу, в солнечную Грецию, потому что на новогодние рождественские праздники обещают шикарную погоду, солнце, мандарины, апельсины, кучу молодого вина, эмоции, и позитива. То есть приезжайте, у нас все спокойно, абсолютно все адекватно, абсолютно все можно оформить, посмотреть, мы работаем и в новогодние праздники, несмотря на то, что говорят, греки мало работают, мы работаем для вас, мы вас любим, и всегда любая ваша заявка будет исполнена. Ну что ж, в таком случае, я думаю, самое время опубликовать контакты компании с Руару Варил Эстейт, компании Натальи в нашем чате. Натальшенька, спасибо.